Здарова, ребят! Я тут для вас шикарный реплей на Йохе нашёл. И сидел его, отсматривал, знаете, какая мне мысль в голову пришла? Ведь Йоха в следующем патче понерфит, а в этом патче он участвует в боевом пропуске. И, знаете, вот, наверное, за что стоит похвалить разработчиков? Ну, за то, что они заранее предупредили, прям, патч ещё не начался, да, хотя патч уже недели больше прошла. Я просто, ну, чё-то, так, знаете, звёзды сложились, сейчас об этом подумал. Вот, как только патч вышел, разработчики, ну, не стали, там, чё-то это, на потом откладывают. Понятное дело, что Йоха сейчас будут качать все, они заранее предупредили, что в следующем патче Йоха будут ребалансить, причём, скорее всего, в сторону уменьшения его характеристик. Ну, это понятно, он и так имба. Я просто к чему? Ну, на крысу никто ничего не стал делать, то есть заранее предупредили, чтобы не прокачивали в надежде играть на имбе. То есть если не успеете наиграться за этот патч, вот, то, в принципе, соваться в ветку Йоха, наверное, ну, смысла не имеет. Ну, по крайней мере, в десятку. Особое забавное, что я вам этом уже давно жужжу, что Йоха по-любому понерфит. Ну, это было очевидно. Для тех, кто хочет немножечко халявы, задача на экстреопыта экипажа, вот, можно резервы забрать во внутриигровом магазине, вы видели где, это бесплатно, они ничего не стоят. Но если не заберете, как бы, ну, они вам просто не достанутся. Те, которые у вас есть, никуда не спишутся. Так что заходите, будете в игре, когда зайдите, кликните, заберите в магазин. Халявка. Маленькая, но халявка. Большая халявка. Линия фронта стартанула на восьмых левелах. Я сегодня отыграл. Это старая добрая линия фронта. Ни разу за весь стрим никто, ни когда я в дефе был, ни когда я в атаке был, не смогли уничтожить вражеские все вот эти орудия, которые в конце надо уничтожить, чтобы выиграть. И я не знаю, с чем это связано. То ли люди разучились играть в линию фронта, то ли там просто ребаланс по хп у этих орудий был, еще что-то правили, вот. Ну, короче, уничтожить ни разу никто их не смог, ну, это были для меня и победы, и поражения, понятно. По фарму все ок. В среднем за один бой я увозил там с бустами, что немаловажно, на кредиты, да. 600-700 тысяч кредитов грязными. Вот, играл чисто на премах, стрелял, ну, в том числе и голдишечкой популивал. Ну, это, как говорится, вам маленький лайфхак. Напомню, вдруг кто-то забыл. Если вы играете на линии фронта, старайтесь играть на двух, максимум трех танках. Потому что в конце боя вы отдадите за ремонт всех танков, которые были уничтожены. Если вы, например, играете на двух танках, один слился, на втором вышли в бой, то вы будете за ремонт платить. Даже если вы три раза успели на них за катку сыграть, вы за ремонт будете платить только как будто один раз он был уничтожен. Если вы сыграете на 5-6 танках, ну, вы сами представляете, да, за каждый по пятнарику отдал, 10 танков сыграл, в минус 150 тысяч кредитов ушел. То есть держите маленький лайфхак вам по дополнительному фарму. То есть старайтесь играть на меньшем количестве танков за раунд. Ну, если слились, меняйте их просто между собой. Два, максимум три танка. Мой вам совет. Идем дальше. И из интересного у нас то, что в мире танков Блиц, то есть планшеты, мобилки всякие, вот это вот засветилось коллаба с фильмом Майор Гром. Ну, вообще со вселенной Майор Гром. Наверное, наверное, стоит ожидать нечто подобного и в других проектах Лесты, потому что, ну, какой смысл брать лицензию, да, на авторские права, там, каких-то образов и персонажей, использовать их только в одной игре, да, скорее всего, в кораблях и в танках. Когда-нибудь тоже увидим. Ну, это и хорошо. Ну, хоть мне и нравится тема с муссированием, да, классических кинолент, там, киндадза, операции и другие приключения, вот эти вот все темы, они, безусловно, интересные, хорошие, вот, но хочется чего-то современного, да. И Майор Гром, на мой взгляд, вполне себе достойный кандидат на то, чтобы, ну, заколавиться в танках. Ну, пока что только в танках Блиц. Посмотрим. Надеюсь, я угадал, и нечто подобное мы увидим и в наших больших танчиках. Также разработчики сказали нам, что в следующий вторник, 25 июня, расскажут подробности о неких случайных наборах, в которых будет возможность за 100 игрового золота получить себе китайский премиумный тяжелый танк WZ-111 модель 6. Я помню эту машину, я ее сегодня у себя в ангаре нашел, ни одного боя на ней не сыграл. Получил я ее в сентябре 23-го года. Она продавалась на аукционе. Вот. Можете обзоры на ютубе поискать, если вам интересно. Я хотел сделать это видео на фоне реплея с этим танком, но в этом патче никто на нем ни одного боя не провел. Так же, как и в прошлом патче. Последний раз на нем играли в начале весны 24-го года. То есть, ну, популярность танчика не очень высокая. Я не помню, с чем это связано. Я серьезно. Возможно, я играл на пресс-аккаунте на нем, но на основе я так и не поиграл. Так что, прем танчик за 100 игрового золота можно будет выбить, но понятное дело, что не просто вложив 100 золота его получить, а с какой-то вероятностью удачи. Потому что оно не просто так называется случайными наборами. В общем, я бы сильно губу не раскатывал, да, чтобы сильно потом не расстраиваться. Давайте дождемся 25-го июня. Если не подписаны, подписывайтесь на канал. Как только инфа будет, я все подробно узнаю и расскажу. Пока больше ничего мне узнать не удалось, к сожалению. Ну и сегодня разработчики в очередной раз выкатили обновление по информации, по планируемым фишкам 11-го уровня танков. И, скажем так, мягко говоря, последив за игровым сообществом, игровое сообщество в мире танков не очень-то и тепло восприняло вот эти вот идеи по тому, что хотят сделать разработчики. А хотят они умения добавить для танков 11-го уровня. Давайте я вам расскажу про эти умения. Верный выстрел. Улучшение всей стабилизации танка при движении, поворотах, ходовой, вращении башни и после выстрела. Уничтожение противника ускоряет перезарядку орудия до тех пор, пока действует умение. Если честно, мне эти умелки напомнили какие-то умелки из стального охотника. Напишите в комментариях, какие. И, кстати, напишите в комментариях, как вам вообще идея умелкам в рандоме быть на 11-м уровне. На пролом увеличение мощности двигателя, скорость ремонта модулей, снижение времени оглушения. Пока умение активно, попадание по танку ускоряет перезарядку орудия. И, наконец, третье умение. Беглый огонь, снижение всей стабилизации танка при движении, поворотах, ходовой, вращении башни и после выстрела. То есть стабилизация становится хуже. Но при этом уменьшается время перезарядки между выстрелами в барабане, ускоряется перезарядка целого барабана, пока действует умение. Кстати, скорее всего, это будет у американцев, потому что из наций Китай, СССР и Америка, которые анонсировали разработчики, больше всего подходит какой-нибудь барабанный тяжелый танк. А это, как известно, семейство Хэвиков. Скорее всего, вот это будет у него. На пролом, скорее всего, будет у танков СССР, потому что это такое что-то мощное, переть на пролом, и от каждого выстрела становиться еще и сильнее. Ну и верный выстрел, это, скорее всего, будет у китайцев. Так, предполагаю, я. А вы напишите в комментариях свое мнение, вообще, как вы относитесь к тому, что в рандоме у танков 11 уровня будут вот такие вот умения, или вообще умения. Спасибо, что смотрели, надеюсь, было интересно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok